всем привет с вами дмитрий урсул этот трек на прокачку серия 10 поехали мы все ближе и ближе подбираемся к концу композиция в принципе уже практически готова я имею до сведения композиции давайте сразу перейдем в проект как вы помните в прошлом в прошлой серии я рассказал о том как я свожу вокал мы обработали вокал для первого куплета который поется в первой части композиции в такой медленной балладный у нас здесь играет только фортепиано и звучит только вокал и там появляется еще гитара сегодня мы с вами что сделаем сегодня мы с вами до сведем все оставшиеся элементы то есть обработаем те что еще не уработан фортепиано в начале и в конце добавим эту гитару далее добавим соло гитары и сведем вокал и то есть принципе осталось не так много мы сегодня все это сделаем и нам принципе останется очень мало останется сделать автоматизацию это будет следующем уроке и мастеринг где мы уже закончим работу над этой композицией и так давайте без лишних слов сразу перейдем к делу давайте послушаем как у нас сейчас звучит вспомним первый куплет мастеринг в администрации итак давайте начнем сразу с фортепиано я сейчас наверное послушаю эти два фортепиано 111 фортепиано с уже обработано который играет в быстрой части композиции то что играет в интер у нас еще не обработано я сейчас послушаю их как они звучат ну в принципе это одно и то же фортепиано я наверное сейчас просто скопирую плагины скопирую плагины с уже обработано фортепиано на необработанный и мы сейчас подправим уже относят исходя из того что здесь происходит в этой части тоже отправлю сразу на этот импент ревер у нас в начале нужно пространство обязательно так отключу вот эти плагины и сфокусируем сейчас на эквализации так и будем слушать вместе с вокалом потому что у нас уже вокал можно сказать обработан и сведен и нам важно как звучит фортепиано вместе с вокалом а и и и и и и и и так перейдем компрессии посмотрим где у нас динамической части вот она здесь идет и и и и и Продолжение следует... Так, я сейчас проверю вот эту часть, как здесь ведет себя компрессор. Ну, сделаю уменьшение, точнее, вот это вот понижение громкости, чувствительность к понижению чуть поменьше, чтобы, ну, все-таки крещендо, оно как-то оставалось. Такая здесь эмоциональная часть композиции, у меня нет задачи прям полностью сдержать фортепиано на одном месте, поэтому пускай она чуть-чуть выдвигается вперед. Так, и теперь давайте послушаем вот эту часть, где вступает бас-гитара. Фортепиано Продолжают звучать вот эти низкие обертона и частоты, в то время как у нас вступает бас-гитара, и, наверное, это не очень хорошо. Поэтому я сразу, чтобы не забыть, наверное, сделаю автоматизацию, хотя, как я уже сказал, непосредственно автоматизацией мы будем заниматься в следующей серии. Но здесь это как бы нужно для сведения. Я так часто делаю, когда вот такие сложные композиции, где один инструмент из части в часть меняется, то есть добавляются какие-то новые инструменты, появляются. Я просто вот здесь, где уже вступает полноценный бас, начиная с этой части, выделю эту часть и просто увеличу порог срезания низких частот, то есть частоту low-cut фильтра. Давайте посмотрим, как она меняется. Ну и сразу опять же забегая вперед, здесь, конечно, бас очень громкий, потому что уровень баса у нас отстроен относительно уже полноценной барабанной установки, который будет играть во второй части композиции, поэтому я здесь тоже уровень баса сейчас пока на вскидку чуть-чуть приберу, ну, конечно, не так. И потом, конечно же, это я все еще подправлю, когда мы будем говорить уже об автоматизации, но сейчас просто, чтобы меня бас не отвлекал. Что здесь он, конечно, очень громкий. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я сейчас оставлю фильтр где-то чуть пониже, потому что местами фортепиано слишком тонким становится. И поменяю вот здесь slope, то есть крутизну спада, то есть у нас будут более плавно, скажем так, срезаться низкие частоты, поэтому чуть-чуть они будут слышны, просто по громкости ниже, чем если вообще не использовать low-cut фильтр. То есть такой гибридный вариант. Поэтому если вы не можете решиться, срезать или не срезать, то попробуйте просто поменять уровень среза, то есть октаву, можно даже до шести, то есть совсем прям плавный. Даже по графику видно, что частоты все равно присутствуют, просто они тише становятся. То есть как я уже говорил, эквалайзер это просто такая ручка громкости для разных частот. То есть как мы фейдером понижаем общую громкость на канале, тут мы просто понижаем определенные частоты. То есть нам все устраивает, а вот эти частоты, когда появляется бас, начинают как бы с ним конфликтовать. Поэтому мы чуть-чуть этим фильтром их просто как бы делаем вот тише, тише и тише и тише, в зависимости от частоты. То есть это такая, я думаю, понятная вещь. Как устроен эквалайзер, если вдруг непонятно, не забудьте посмотреть курс просто о сложном, где я говорю об эквалайзерах очень-очень подробно. Так, давайте еще раз послушаем эту часть. Субтитры подогнали Симон. Все-таки я чуть-чуть фортепиано побольше скомпрессирую, потому что она немножко вылезает. И давайте введем вот эту гитару. На ней уже есть эффект, но я тем не менее все равно отправлю, наверное, на дилей. И на ревер нашего проекта, чтобы просто в то же пространство усадить эту гитару. Дилей прям минимальный, мне он прям явно здесь не нужен. Так, и по частотке, сейчас подправим. Тут гудящую частоту я сразу сделаю меньше. Чуть-чуть отодвинув гитару назад, срежу низкие частоты. Срежу низкие частоты. Срежу низкие частоты. Срежу низкие частоты. Я чуть-чуть понижаю, как бы гитара чуть-чуть на задний план отдаляется. То есть, когда она бубнит, скажет, что она вот прямо вот здесь около лица, скажем так, играет. А когда я срезаю эти частоты, она как бы чуть на задний план отдаляется. Поэтому это такая вот именно не просто техническая эквализация, где я вырезаю какие-то резонансы или неприятные призвуки. А это именно художественная эквализация. То есть, я тут преследую конкретную художественную цель, отдаляя гитару за фортепиано, за вокал. Потому что она здесь носит такой эмбиент, какой-то характер. Чуть добавлю компрессии, вот чтобы на этой части послушаем сейчас. Так, и я, наверное, ее сделал посередине. И сюда поставлю автопаннер, который будет панорамировать с определенной частотой влево-вправо. По, наверное, закону ритмическому. Делай плавный, ширину сделаю поуже. Так, и, наверное, вот так. Так, попробую все-таки пореже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, здесь она играет такую роль а-ля виолончель. Я отыграл с эффектом ручки громкости. Но я думаю, как-то так. Сильно она на себя обращать внимание не должна. Просто как дополнительный такой эффект для украшения. И так, у нас в этой первой части композиции остался только бэк-вокал. Я тоже сейчас сделаю такую хитрость. Копия channel strip setting. В этом нет ничего неправильного. Вокал записан в один день на один микрофон. Поэтому смело копирую те настройки, что мы сделали для основного вокала на бэк-вокал. Единственное, сейчас я подправлю только эквализацию. Ну и, соответственно, компрессию тоже перепроверю. Но цепочка и плагинов вполне может быть точно такой же. Потому что, опять же говорю, условия записи были те же самые. Поэтому всегда я вам советую один раз выбрать какую-то партию вокальную в песне, где она максимально насыщена. Ну там, или какая-то... Либо это куплет, либо, может быть, лучше даже припев. Отстроить этот вокал, чтобы он звучал очень круто. И потом этот пресет, скажем так, да, то есть такой глобальный пресет всей дорожки вместе с реверами, с посылами на ревер, дилей и так далее, скопировать и применить к другой дорожке с вокалом. Потому что вокал должен все равно звучать одинаково. Там, в куплете или в припеве. В общем, да. Но так как просто сам вокалист зачастую поет по-разному в куплете и в припеве, то мы уже просто подправляем отдельные плагины под конкретную часть композиции. Вот здесь, например, у нас сейчас бэк-партия, которая должна быть менее яркой, чем лид-партия. То есть, соответственно, мы можем сразу спокойно добавлять на нее больше ревера. И поработаем с частотами и с уровнем, то есть с компрессией и так далее. Послушаем их сейчас тоже вместе, наверное, сразу. Я прибрал чуть высокие частоты, чтобы он был не такой яркий и не был как бы на одном уровне с основным вокалом. Сейчас проверим, как работает компрессор. Тут он срабатывал более грубо, потому что здесь по громкости исходник громче, чем основной вокал. Поэтому я сейчас прибрал чувствительность компрессора, чтобы он так сильно не сжимал сигнал. Так, отлично. И давайте проверим еще вот этот эквалайзер. Я не буду добавлять вот этих высоких частот слишком сильно здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, то есть сейчас вот у нас вокал-то если сравнить. То есть слышно, что это более такой фоновый вокал, чем основной наш. Единственное, я у него еще побольше срежу низ, потому что здесь сама партия достаточно низкая по частотам, по нотам даже. Поэтому я чуть-чуть опять же приберу вот эти гудящие частоты, потому что чем их мы как бы тише слышим, тем объект нам кажется дальше. Вот можем сравнить. Сейчас отключу эквалайзер. То есть сразу этот бэк-вокал вылез вперед. Как только мы срезаем вот эти основные частоты и прибираем чуть высокие, у нас наша дорожка как бы утопает чуть-чуть назад. Плюс грамотное добавление реверберации. Все это работает на общую цель. Правильная как бы усадка в 3D-пространство нашего микса того или иного элемента. Поэтому, еще раз говорю, это такая художественная эквализация. Надо ее чувствовать, то есть потренироваться. Именно вот на разные планы вводить. То есть не просто какую-то частоту вырезать, потому что там все говорят вырезать там какую-то частоту. А именно понимать, что вам нужно в конкретный момент, в конкретной песне, с конкретной партией. И тогда вот используют такие банальные просто приемы. То есть убрать вот эти гудящие частоты и высокие, просто отдалить. И, собственно, наоборот, если их не убирать сильно, а чуть повысить яркость в вокале, наоборот, как бы сделать основной вокал, который будет близко у нас. Итак, давайте дослушаем эту часть до конца. Так, все отлично. Здесь можно где-нибудь чуть перебрать, вот эта фраза Begin, а нато она слишком близко. Итак, теперь у нас основной вокал уже в быстрой части. И опять скопировал настройки, но так как здесь вокал у нас более насыщенный, напористый, это видно даже по волновому отображению. Здесь и здесь. То, разумеется, нам сейчас нужно будет перестраивать обязательно всю динамическую обработку. То есть это обычный компрессор, мультибэнд компрессор. И перепроверить все это. Поэтому я сейчас сразу перемотаю на куплет второй. И отключу обработку и буду добавлять и подстраивать плагины. Так, сразу меньше посылу пока на ревер, пока что, чтобы он не отвлекал. Так, DSR работает хорошо. Давайте посмотрим компрессор. Сразу чувствительность приберу. Как я уже говорил, этот вокал был записан с использованием компрессора прямо во время записи. Поэтому я здесь так настроил, чтобы прям какие-то отдельные только резкие слова чуть-чуть компрессировались, не более того. Потому что голос и так достаточно ровный. Тут даже видно это по волновому отображению файла. Так, ну сейчас. Сейчас вроде все неплохо звучит. Добавить можно чуть обратно ревер. Так, послушаем еще раз. Сначала. Субтитры сделал DimaTorzok так отлично теперь скопируем настройки бэк вокала и вставим их также сюда и сразу отстроим тоже dsr и компрессоры так отключу пока так это нормально так проверим мультибэнд компрессор слишком так теперь послушаем оба вокала вместе так и послушаем вместе с музыкой мультибэнд здесь конце был вокал чуть погромче я его сразу сделал потише гейном то есть как вы помните это гейн до обработки плагинов то есть я выровнял их вместе чтобы это же обработка хорошо работал и в конце давайте послушаем что у нас конце происходит мультибэнд мультибэнд комбинационная насыщенная часть композиции поэтому конечно же настройки будут чуть другие по громкости но об этом мы поговорим в следующий раз сейчас моя задача просто сделать базовую обработку и примерный баланс всех оставшихся партий я скопировал на вторую дорожку те же настройки бэк вокала потому что это просто дополнительный интервал здесь поется дополнительный его нет смысла как-то отдельно отстраивать я побольше специально не у ревера чтобы чуть отдалить назад эту партию чуть растворялась и так послушаем еще раз все вместе ну и далее нас доигрывает форцепиано как и в начале с той же обработкой то есть это у нас обработано ну что ж база обработка вокала закончена осталось у нас соло гитара и толкбокс гитары то есть две партии у нас остались давайте сейчас сразу раз мы практически сделали финал введем сюда толкбокс гитару вспомним как она звучит так сразу тоже добавлю нлс для эмуляции консоли так и здесь и эту гитару тоже я хочу отправить на ревер чтобы ее она как бы где-то чуть сзади было даже может панорамировать и чуть левее и сейчас вырежем вырежем эти слишком гнусовые частоты а 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 ну и можно на всех случаях вверх срезать тут ничего полезного нету внизу мы тоже срезали ненужный бумаж вообще звук толкбокса через гитару такой достаточно среднечастотный то есть такой машка телефонный эффект поэтому какие-то низкие частоты высокие здесь в принципе быть не могут полезными поэтому их можно смело срезать чтобы там никакой шума никакого там топота ног случайно не записано ну как бы не воспроизводилась так я сейчас все-таки с нами поставлю более мягкий силой 2 а так последнюю частоту тоже я чуть-чуть срежу то она слишком выпирает опять же я на задний план чуть-чуть отдалил эту партию срезов вот эти гудящие частоты а 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 вот этот дополнительный бэк можно кстати спанорамировать и правее чтобы компенсировать либо потом может быть автоматизации я спанорамирую вот этот второй бэк а а ну хотя можно попробовать сейчас это сделать почему бы и нет а а а а а это верну обратно в центр 20 это у нас 23 влево ну допустим 23 вправо чтобы они другую компенсировали послушаю их вместе с вокалами в принципе звучит неплохо в конце я наверное чуть-чуть сделаю фейт небольшой чтобы он поплавнее уходил а можно попробовать сделать посыл на вот этот ambient ревер в режиме pre-fader это нам даст возможность независимо регулировать громкость самого канала и посыл на ревер таким образом я как бы утоплю в ревере эту партию попробую если вдруг это сработает попробую еще вокс дилей на него отправить чтобы такой эффект не знаю какой-то рации что ли радио где-то не знаю на военной базе но в принципе это интересно звучит можно к оставить как такой так у нас такой эпик финал с оркестром и здесь это может вполне быть подходящим но можно оставить и сухим то есть здесь два варианта это уже надо потом будет еще раз послушать на свежий слух с работой ну как бы если будет что-то коробить то лучше убрать если будет все хорошо воспричитаться на свежий слух то то есть такие вот спорные художественные моменты их лучше перепроверять улогик немножко у меня подвис такой бывает когда много плагинов а так но в принципе все хорошо как я уже сказал базовый баланс есть все остальные все нюансы уже надо будет подправить автоматизации в первую очередь автоматизации громкости ну и во вторую очередь автоматизации каких-то эффектов посылов каких-то эквалайзеров и так далее ну и давайте осталось у нас гитарное соло наверное такое моё самое первое серьезное соло которое своей жизни записал но она конечно не сказать прям какой-то супер сумасшедшие но достаточно сбалансированное давайте послушаем так мы сейчас она конечно очень громко очень впереди сейчас мы будем его отдалять опять же вырезая ненужные бубнящие частоты местами так я играл через эффект педали куакушки местами звук очень резкий получался это тоже сейчас надо будет компрессором а то может быть даже мультибэн компрессором регулировать вот эти вот особенно такие резкие ноты сейчас мы все это будем подправлять так хорошо далее я поставлю сразу мультибэнд сперва поставлю наверное ламповый компрессор силой 3 и который хорошо для гитар подходит чтобы срезать какие-то пики резкие хотя здесь все достаточно одном уровне тем не менее он приятно сглаживает звук вот эти неприятные частоты они сфокусированы в районе от где-то там 1 и 9 килогерц до 3 килогерц то есть такие самые резкие неприятные частоты вот особенно в дисторшн гитаре вот в квакушке поэтому мы сейчас поставим обязательно мультибэн компрессор который будет срабатывать только на эту зону так и сейчас настроим его сейчас звук перестал быть таким резким но он естественно стал мутным но мы сейчас вернем эту мутную ну как бы вернем обратно яркость с помощью того же самого вики у который очень хорошо поднимает высокие частоты попробуем и сделаю это уже вместе с музыкой это уже вместе с тем не менее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь часть такая тоже требует автоматизации. Тут появляется клавишный соло, и гитара тут должна уходить на задний план, то есть может даже тонуть в ревере, либо куда-нибудь влево-вправо, панорамироваться, и выходить на передний план должно соло-синтезатора. Поэтому здесь для автоматизации, конечно, целое раздолье. Мы поговорим о ней в следующем выпуске, в следующей серии. Тут вообще вот в этой части, особенно оркестровой, тут тоже много чего нужно поднимать, и в том числе и бас, и еще гитара перепроверить. То есть, ну, тут как бы основная вот эта балансная работа осталась на автоматизации. То есть без автоматизации даже обычный какой-то статичный микс, где просто там три или там пять инструментов, все равно будет звучать плохо. А когда у вас вот такой сложный микс, то есть такой вот с насыщенной композицией, где много частей, много каких-то партий появляется, есть какие-то кульминационные партии, есть какие-то там провисные партии. То есть без автоматизации уровня или эффектов, или посылов, ну, справиться практически нельзя. Поэтому, если вы боитесь использовать автоматизацию, а я, судя по вопросам некоторых моих учеников, могу делать такие выводы, то не бойтесь, автоматизация это очень хорошая вещь, и стоит просто один раз научиться пользоваться. как бы чувствовать, где и как им надо воспользоваться, и, собственно, ваши миксы все только выиграют. Причем автоматизируют порой, даже не глобально, там поднимают где-то гитару, там в одном месте, где она ее не слышно. А бывают какие-то, например, сбивки на барабанах чуть-чуть поднимают, прям вот общую шину барабанов, например, просто берут и чуть-чуть там на один децибел поднимают в каком-то месте, если это нужно для какого-то более такого выраженного брейка. То есть какие-то мелкие художественные моменты тоже делаются. Это уже делается вот когда основной микс готов, то есть когда все дорожки обработаны, базовое звучание поймано, уже есть какое-то пространство в песне, то есть есть там какой-то большой холл, какие-то все рибераторы настроены, дилеи, базовые эффекты. Все инструменты сидят примерно на своих местах, в панораме и в громкости. Вот, собственно, до этой стадии мы с вами наконец-то добрались к 10 серии. То есть у нас все треки обработаны, все сведено, и осталась вот эта финальная полировка, шлифовка, которая в некоторых композициях даже чуть ли не полвремени всей работы над треком занимает, то есть все зависит от композиции. То есть вот эта черновая основная работа по вырезанию каких-то частот, по расположению на разные планы инструментов, это может занимать 50%, остальные 50% могут занимать вот эти мелкие какие-то штрихи, подправки. Но зачастую это, конечно же, меньше, то есть автоматизация, процентов 20 процесса общего работы, то есть когда просто какие-то элементы нужно выделить, подчеркнуть, когда уже все сведено, все обработано эквалайзерами четко, ничего не бубнит, ничего не вылезает, уже очень легко все это делается, интуитивно, за несколько часов буквально все это подправляется, и, грубо говоря, композиция готова. Вот, собственно, об этом мы поговорим в следующей серии трека на прокачку в 11, которая выйдет через 2 недели. А на сегодня это все. С вами был Дмитрий Урсул. Не забывайте подписываться на канал YouTube Logic Pro Help, заходить на сайт musichelp.ru, где много разных интересных курсов, и также задавать мне вопросы, то есть ищите меня в соцсетях, или пишите в группу Logic Pro Help ВКонтакте, и я вам постараюсь ответить. И также пишите, конечно же, в комментариях под видео, то есть какие-то ваши ощущения, какие-то мысли, может быть, с чем-то вы сталкивались, или какие-то пожелания ко мне, чтобы мне еще рассказать в рамках этой композиции, на которой мы сейчас работаем, потому что у нас осталось, я думаю, две серии. За следующую серию мы разберем автоматизацию, и потом останется нам только сделать мастеринг, и все. Ну, собственно, на этом мы можем заканчивать сегодня. Увидимся с вами через две недели. Всем успехов творческих, вдохновения, и не забывайте применять все, что я показываю на своих работах, и экспериментировать, и развивать это еще дальше. Так, всем пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok